Доброго времени суток! Добро пожаловать на канал Пирмансер и это новое видео проявля Вангвард Бандитс. Приятного просмотра! В предыдущей серии мы помогли Томпсону перевести из Айзы в Арабу людей, получается. Отбились от атаки имперцев. Отбили Айзу, получается, от атаки имперцев, но имперцы, как сказал Томпсон, еще туда вернутся. И в итоге мы перетащили людей, оттуда эвакуировали в Арабу. Вот. И сразились, получается, с братом Садиры, с Дауэром. Только почему-то здесь в переводе написано не воюющие, доэри, а доэр. Воюющий доэр. Ну, не суть, не суть. Короче, победили их и Садиры еще больше закрепились в нашем отряде. Также в прошлой серии мы открыли все приемы, все как-то... Как бы это правильно назвать там. Все специальные приемы нашего персонажа, у которых они и есть. И один Барлоу остался... Как не этот самый. Как не на своем месте. Ну, да ладно, не суть. Давайте в интервью. И в следующую миссию. Так, с кем будем бухтеть сегодня? Ну, с Рейной уже, я думаю, смысла бухтеть нету, да? В принципе. Давайте побухтим с Милей. Я рад... Я рада, что вы решили прийти на помощь герцогу Зеве. Это было благородно. Так бы сказал Камордж. Ну, логично, вполне, да. Давай с Садирой. Бестер, ну вы могли бы сделать мне массаж ног, когда это сражение будет закончено? Мне всегда делали массаж ног в имперском дворце. А не много ли ты хочешь, принцесса? Слишком, по-моему, много. Ладно, Эндрю. Эй, кто залез в мой мешок и украл мое масло для массажа? Я хочу, чтобы вы знали, оно очень дорогое. И этот про массаж начал бухтеть. Да ты чё? Эндрю, брось, брось. Или ты собрался с Адири массаж делать, а? А? Приготовьтесь. Тут везде шокинги. Я думал, что Заков тут один. Я думала, что Заков тут один. Садира, ты не говорила, что здесь будет гораздо больше народу? Их не должно было быть. Фолкнеру не удастся завоевать континент. Давай потом им говорим, люди в опасности. Сдавайтесь, имперские псы! Пиролевская армия. Ну, а теперь я вам покажу, на что мы способны. И сколько у вас здесь? Три, шесть, восемь. Ну, я так скажу, приятного мало. Очень мало. Разбредаться я, конечно, не вижу смысла, но придётся. Похоже, придётся. Отправо. Интересное, интересное описание. Так, тебе мы хотели силу подкачать и ловкость, да? Ну, давай, мощь тебе качать будем. Пока больше ничего не будем делать с тобой, а иначе ты переигреешься. А нам этого, как вы понимаете, не надо. Кстати, по городу довольно дорого стоит передвигаться. Так, ну, по крайней мере, они меня не бьют рязаками, меня это радует. Ну, надолго ли? Только я успел об этом сказать, и меня начали бить. Чувствую, здесь будет прям сложно. Очень сложно. Я бы сказал даже. Хотя у нас уже не такой бесполезный Эндрю. Ну, вроде. Пока что, как минимум. Бастион. Открой свою спинку двум шаркингам и удари этого. Меня не запугаешь этим оружием. Но ты должен бояться, повстанец. Скоро потекут крови... Эээ, реки солдатской крови. Из королевства. Прислушайся к иронии в своём голосе. Я буду счастлив, когда убью тебя. У тебя нет мастерства, чтобы меня убить. Наверное, у тебя не хватит мастерства, чтобы меня убить. Было бы это более точным, скажем так. Больно, больно. Да, да. Тебе больно. Так, садира. Тебе главное жить. Ага, понял. Нет вопросов. На резак... Ну, тут всё, на резаке будет завязано. И какое-то действие выполнять будет глупо. Давай сделаем вот так. Миле, выползай сюда. Причём боком. Специально боком. Чтобы спины не открывать. Так, ты, садира. Давай-ка вот так. Но при этом ты сделаешь свист спирали. Давай-ка ты, наверное, даже вот сюда подойдёшь. И сделаешь свист спирали. Как имперская принцесса, я приказываю остановить использование этого оружия. Ты больше не принцесса. Ты свергнута принцем Дауэром. Дуэри. Принцем Дуэри. Блин, почему я его всё время Дауэром называю? Всем солдатам империи отдан приказ схватить тебя, как предателя, и привезти в столицу. Что? Предатель? Садира, я бы на твоём месте не удивлялся. Вообще, я бы ни разу не удивлялся. Я, кстати, тут, кажется, понял, чего мне не хватает в этой игре. Ну, понял я, на самом деле, это уже очень давно. Но это с каждым разом всё больше и больше подтверждается. А не хватает мне примерно следующего. Чтобы в конце выбора хода я выбирал сторону, в которую я буду повернуть. Вот этого очень сильно не хватает. Я бы сказал, даже сильнее, чем чего-либо в этой игре. Эндрю, пожалуйста, будь добр. Да. Окей. Всё плохо. Так, что мы можем придумать? Кроме того, что нас будут постоянно бить резаком, мы ничего не можем придумать, да? А выползти и ударить его ты можешь? Можешь, и это не сложно. Давай. Ну, хоть у нас такие же условия сейчас, как и у них. Мы тоже не от всех их атак можем увернуться. Так же, как они всё-таки от наших. Так, мне ловкость нужна. В срочном порядке. Эндрю, давай за спину. Кувырок можешь сделать? Можешь. Давай кувырок на полхп. Это обязательное условие. Да. На самом деле всё хуже и хуже с каждым мгновением становится эта концовка. О! О, Рейна увернулась. Рейна молодец. Рейна умничка. В отличие от... Сами знаете кого. Да. Да, очень всё плохо. Извините. Крик души. Вырвалось. Ну, немножко попрыгаем. Ничего страшного. Миле. Снежная буря, и никак иначе. У них очень сильно не хватает ловкости. И очень сильно не хватает всего, я бы сказал даже. Там не только дело в ловкости. Дело в мощи, ловкости и всём таком. И у МАК, кстати, у них тоже не хватает. Поэтому у них и удары в основном косые все. У шаркингов намного выше скорость. В этом проблема. В первую очередь. Ну да, вот чисто проверим. Семь и два. Рейна. Семь с половиной. Барлоу. Восемь и два. Ну хотя, блин, должны попадать. Но у них ловкость 18, а у нас 21. Тогда я беру свои слова обратно. Значит, у нас просто не хватает силы и ума. У нас не хватает меткости. Образно говоря. Не хватает меткости. Так, а вот здесь начинается самое смешное. То, что у нас все открытые, ребят. Так, ну больше ты со спины не зайдёшь, а мы тебе ничего сделать не можем. Потому что всё плохо. Тебя тогда убьют, да? Ну а вот так тебя не убьют. Ты убьёшь и постоишь. Перекуришь, так сказать. У тебя 70 очков остаётся. Переревев у тебя на 80, по-моему, да? 85. Ну я думаю, у тебя хотя бы процентов 60 уйдёт. Да, посмотрим, на сколько этого. Ну вообще реализуемо, в принципе. Фокус Рейн реализуем. Но у неё силы не хватает. Так бы она его убила, если бы хватало силы. Стой, кури. Куда вы начали двигаться? Стойте на месте, пожалуйста. Будьте добры. А, это вообще адекватно, да? С вашей стороны это адекватно. А вы забавные. Он не попадёт. Точнее, она не попадёт. А не, смотри-ка, попал. Смотри, чем он научил её Олден. Ну да, прикольно. Довольно неплохо описано. Так, Бастион. Твоя задача убить вот этого товарища. Ну или, по крайней мере, напугать его. Да усрач. Ну, такое. Такое. Давай по резикам его. А, он даже отвечать не будет. Я-то думал, он ответит. А он защищается. Ну, блин, мы бы ему тридцатку всего списали. Чё-то как-то странно. Как-то странно. Очень странно, я бы сказал. Так, мушку продолжаем качать. Счастливый до безумия. Не знаю, откуда у него столько энергии для счастья. Так, Рейна. Ты либо уворачиваешься, либо умираешь. Окей. Ну ладно, то, что умираешь, это я сильно... Прям перегнул палочку, будем честными. Так, ну сейчас будет ответ в виде резака, да? Угу. Ну, у него уже больше шансов увернуться, но всё равно мало. Ладно. Я удивлён. Барлоу, ты умеешь удивить на самом деле. Честно сказать, это довольно удивительно. 82% и он увернулся. Неплохо, неплохо, Барлоу, неплохо. Ты действительно неплох. Ладно, давай, удар ветром. Придётся, наверное, ещё один удар ветра, либо сильный выпад сделать. Удар ветра двадцатку добавит. Да давай лучше удар ветра тогда. Противников гоним тогда в звезду сразу. Нам проще будет. Ммм. Так тоже можно. Почему бы, собственно, и нет. Поднимаем дальше мощность. Кстати, нет, ничего такого у тебя больше не поднимается. Жаль. Так, эти ребятки не двигаются. Меня это радует. 81%. Ну, я почему-то так и думал. Это было слишком очевидно. Куда ты идёшь? Я иной раз не понимаю, как они двигаются и куда они двигаются. Мне интересен максимальный урон. По шаркингам. Да блин, урон-то довольно высокий. Почему он так слабо бьёт по ним? Обычными атаками. Немного странновато. Мне мал понятно, почему это всё так происходит. Так, удар кувырок мы не сможем провернуть, потому что он 56 стоит за каким-то фигом. Я, кстати, не понимаю, почему. Типа, обычная атака вся сводится к круглым числам. А эта атака именно сводится вот к таким, не особо круглым. Так, давайте вот сюда две единички, вот сюда одну единичку. И турбуленции доб... Блин, а можно было бы добить, но... Лучше отойди просто. Милля, давай ты. А, что ты сделаешь-то? Ледяной смех ты запустишь. Либо мираж. Мираж слабо. Ледяной смех. Немножко посильнее. Давай ледяным смехом. Плюнь в него. Нормально. Пойдёт, пойдёт, пойдёт. Так. Садира, давай прямо отсюда. Турбуленцией. Молодец. И стой, перекуривай тогда. После этого. 47 урона. Ну, слушайте, она выросла по силе. Будем честными, она выросла по силе. Не, стой-ка ты прямо на месте перекуривай. Да, все отдохнём. Там три шаркинга всего осталось. Это такое. У нас единственное, кто не перекуривший, на кого могут напасть, это на... Блин, почему у меня вылетел из головы, как его зовут? Сейчас прямо, вот прямо сейчас. Блин, я боюсь, она не увернётся. Эндрю его зовут, я вспомнил. А шанс того, что она увернётся... Блин, да вы меня поражаете, ребят. Я только говорю об этом, вы уже исполняете разные такие хорошие вещи. Не, Эндрю, ты стоишь на месте. Садира, ты оттуда вылазишь. Будешь тебе там делать нечего. Удар наносить ты не будешь. Без понтов. Так, Бастион, постой. Милия, стой тут. Так, резаки сейчас пойдут до оттуда. Именно с той точки. Не хотелось бы. Удар ветра в спину. Это сто процентов. Вообще без... Никакого этого не будет. Как это называется? Никакой пощады вам не будет, вот. Так, ты давай подходи сюда, прилив. Серьёзно, у тебя настолько сильно подросла сила? За три пунктика? Ну, а ты интересный, Бастион. Довольно интересный. А как у тебя так получилось? И почему так сильно выросла сила за три пункта? Не перестаёт он меня удивлять, на самом деле. Он меня очень сильно, я бы сказал, даже удивляет временами. Давай. Спиральный нырок. Бабах. На 70 хп. Бабах. Я думаю, этот противник не ожидал вообще, в принципе, такого урона. Так, ну... Можно, но... Нет в этом смысла. Да и вообще ей подходить туда смысла нет. Садира там и одна может постоять, потупить. Нам нужно в ближний бой с ними сходиться. Резаки опасная вещь. Сильно порез. Увернись, пожалуйста. Ух, ё-моё, садира. 85%... Ой, 85% перерева. Слушай, остудись, пожалуйста. Охладись немножко. Хотя бы на 30-ку, но охладись. Короче, я так скажу. То, что я... Брал с собой столько камней воды... Это настолько глупо, насколько только может быть. На самом деле. У нас слишком много воды в отряде. Слишком много. Даже... Я бы сказал... Чересчур много. Потому что Барлоу вода... А зачем я сильно порез-то начал убить? Барлоу, что ты творишь? Самый медленный персонаж в нашей группе. Начал утворить такие чудеса? Да вы смеетесь, что ли, надо мной? Не, я, конечно, доволен... Вот такими вот... Действиями моей команды, но... Просто... То они пол игры просто ничего не делают. Просто выхватывают, скажем так. Звездюля, ну... А тут они начали вытворять такое, чего я от них, в принципе, не ожидал. Офигеть. Я думаю, меня эта игра ничем не удивит. Типа, я, в принципе, знаю об этой игре практически всё. В кавычках, практически. Да нет, не в кавычках. Практически ключевое слово данного предложения. Практически всё знаю об этой игре. Некоторые вещи приходится, конечно, подсматривать, но всё-таки большинство вещей я знаю. И тут она меня вот таким вот образом удивляет. Я вот, например, действительно не знаю, на что влияет дух. Не, знаю, конечно, что загнанный в угол чудак из нашей команды может вытворить такое, что, блин, я не знаю. Ну ладно, один отряд хищников не сможет нас разбить. Армия хищников будет непобедима. Да хватит тебя. Правда, я знаю, что тебя ждёт дальше. И это очень и не очень. Если всё, что они сказали, правда, Бастион, континент в смертельной опасности. Нет причин сомневаться в них. У Империи есть возможность создать сотни акулих. И это всё из-за Фолкнера. Мы должны остановить его, Бастион, и нам нужно сделать это быстро. Если это уже не поздно. Никогда не поздно, Миле. Никогда, Бастион, лидер. Лезть тебе не поможет, Эндрин, но спасибо. Я пытаюсь сражаться с честью, как меня учил отец. Сейчас впереди... Сейчас вперёд, остановим это сумасшествие. Быстрейший путь в Империю, в Имперскую столицу, прямо на север, вперёд. Бастион, если мы поедем туда, по этому пути, мы будем ехать прямо через центр Нардели. И это будет не очень хорошая идея, судя... Следуя нашему статусу Империи у королевства. И королевства. Люди, вы не помните, кто я. Испорченный ребёнок. Грубая девчонка. Неправильно, неправильно. Я имперская принцесса. Ты беженка из своей страны. И ты не должна так громко говорить, когда мы на десять шагов от тебя. Вы не понимаете, Нардели и Империя союзники. Они точно пропустят нас без проблем. Рейна, есть ли ещё один маршрут попасть в столицу, или у нас больше нет выбора? Каждый другой путь в три раза длиннее, Бастион. И мы не можем терять ни минуты. Бастион, ты веришь в меня? Я верю в твою жидкую способность. Жуткую способность попадать в беду. Так же, как и я. Я вижу. Вы смеётесь надо мной. Почему я не поняла этого раньше? Я думаю, что наши шансы безопасно преодолеть Нарделию равняются один к двум. Я думаю, эти замечательные шансы. На самом деле, это ужасно. Ты имеешь в виду два к одному, что так же не очень хорошо. И не надо об этом кричать. Вперёд, мы отправляемся. Ох, чувствую, сейчас Логан вылезет. Мы почти у границы. И мы не зацикли никаких атак. Возможно, Нардели... Нарделианская армия была послана на битву с Империей. Я тебе разве не говорил, что это сработает? Я уверена, что ты будешь нам ещё долго об этом говорить. Это странно. Мы уже почти в середине Нарделании. Блин, Нардини или Нарделании всё-таки? Будет Нарделания? Нарделайн. Ну, Нарделании вообще. Мы должны были защищать хоть кого-то. Я просто очень удивлена. А, потому что впереди нас атаки. Ты просишь... Ты приносишь нам несчастье, Рейна. Это Кримсон. О, хорошо, Дюк Логан. Хорошо, он самый сильный воин на континенте. Он хочет сражаться с нами. Глупо. Но не после того, как я бы мило поговорить с ним. Мне кажется, поговорить с ним миленько не удастся. Ладненько. Так, а чё я сюда лезу-то? А, ну, чтобы понять, что мне дальше раскачивать по-хорошему. Так. По-хорошему довести всё до двадцатки здесь. Здесь атаку немного подкачать к ловкости. Здесь атаку ум, а ловкости. Атаку ум. Можно защитки дать, как я и говорил вообще до этого. Здесь мощи. Здесь мощь и ловкость. В принципе. Так-то всё. Давайте сейв сделаем. Ох, нифига нам денег привалило за эту миссию. Ладно, давай в интервью. Серьёзно? Как только я подумал, что у нас всё получилось, как мы сталкиваемся с герцогом Логаном. Нам что, всегда сопутствует неудача? Мы так-то с Содирой путешествуем, поэтому да, наверное. Бестион, вы могли бы мне сделать чашечку чая? И чтобы он был вкусным. Да ты офигела совсем. Бестион, почему вам не встать и не сообщить Содире, что вы здесь главный? Кстати, говорит, да. Почему бы и нет? Уж слишком она много на себе берёт. Ну да ладненько. Мы уже долго гуляем, Клэйра. О чём ты хочешь меня спросить? Я просто хочу провести с тобой время, папа. Я всё время вспоминаю те времена, когда ты была ещё ребёнком. Ты всегда играла со мной, цеплялась за мои руки. Ты была прелестным ребёнком. Давай жить настоящим, папа. Ты так смущаешься, когда вспоминаешь прошлое. И ты всегда рассказываешь мне, как я цеплялась за твои руки. Ты всегда меня хочешь сделать маленькой. Клэйра, ты всегда знаешь, как меня рассмешить. Ха-ха-ха. Папа, сколько раз я тебя просила так не смеяться? Я всегда боюсь, что у тебя начнётся приступ или ещё что-нибудь. Это будет ещё смешнее, чем эти истории про моё детство. Если кто-нибудь услышит, как ты смеёшься, то я умру. Ты думаешь, она знает, что мы её услышали? Давай надеяться, что она не знает. Сколько вы уже там находитесь? Мы прибыли совсем недавно. Это так, Бастион... О, это так, Бастион? Да, мы только что прибыли, и мы ничего не слышали. Это так? Что вы не слышали? Я сказал, слышали? Ха-ха, ты такой глупый, Бастион. Хм-хм, ах-ха-ха. Я всё слышала, Клэйра. И это было весело. Хваталось за руки. Ха-ха-ха. Садира. Я не думаю, что это смешно. Клэйра, ты и твой отец разговаривали прямо на дороге. Скажи мне, Клэйра, тебе... Ты потом... Ты потом дёргала отца за руки, хе-хе. Я думаю, что вы всё слышали. И я так зла, по этому поводу я собираюсь ударить тебя. Остынь, Клэйра. Мы просто шли мимо, и всё услышали. Я думаю, ты не будешь сердиться на нас. Но вы слышали, не так ли? Конечно, Клэйра. Но мы никому не скажем об этом. Мы не можем хранить секреты, Садира. Теперь ты знаешь, что я всё расскажу всей Империи. Эй, все! Мой отец очень глупо смеётся. Я думаю, ты преувеличиваешь. Я помню, как ты всё время молчала в Академии, из-за чего я всё время страдала. Помню, как ты рассказала всей школе, что я подружилась с новым мальчиком. Я помню, как потом вся школа обсуждала этот случай. Садира, ты порождение зла. Садира, ты не человек. Такого не было. Клэйра обиделась на меня за то, что случилось с ней. И с её первой любовью. Всё, что я сказал, это то, что он красивый мальчик. Ты подумала, что я люблю его, и рассказала всей школе о моих чувствах к нему. Он был так зол. Потом пошли слухи, что я жду от него ребёнка. А слухи распустила Садира. Это было самое большое унижение в моей жизни. И всё это из-за тебя. Всё было не так, Клэйра. Она права. Она точно права. И теперь ты знаешь мой секрет. И если я отпущу тебя, то надо мной будет смеяться весь континент. Я собираюсь побить тебя и твоих друзей. Клэйра, ты никогда не говорила, что я сделала с тобой Садира, но теперь я знаю. И собираюсь задать ей большую трёхку. Держись, Логан. И я не могу ли я отдохнуть, пока ты и твоя дочь будет наказывать Садиру? Что? И это называется дружба, бастион? Ты бросаешь меня, когда я тебе с того не нужна? Дружба? Да вы лишь знакомые. Хорош базарить. Вы всё знаете. Мои секреты вы получите. Понятно. Мисс Клэйра, я засёк этих самозванцем пришёл помочь тебе. Шион, уничтожь их. С удовольствием, Клэйра. Так, ну с Нардилией мы ещё не дрались. На, нет, подождите, дрались. Дрались, да. Было дико. Сколько мощи? Оф, вот это будет, блин, больно. Да хотя, на самом деле, что шарки, что вот эти ребята, что одни, что вторые, они довольно больно бьющие ребятки. Так, нет, стоп. Как бы всё это так реализовать, чтобы проблем не было. Давайте на месте постоим, пускай они сами подойдут. Я понимаю, что я сам себя вгоняю в какую-нибудь ловушку таковую. Ну, с другой стороны, я думаю, а есть ли смысл передвигаться? Тем более, Садира очень сильно накосячила сейчас. Очень сильно. Настолько сильно, насколько, блин, исправлять её косяки, это пипец. Она слишком много косячит. Прилив. Ого! Бустиана, ты довольно неплох. Будем честными, ты очень неплох, я бы сказал. А мы добьём, блин, на длинный выпадник. Ледяной смех добивает, забавно. Сколько он их снимает? Полкиник? Без защиты полкиник нехило, нехило. Ну ладно, первый минус. Окей, Садира, даже не думай туда идти, пока. Пока что. У тебя сейчас будет свист в спирали. Ну, урона у тебя, естественно, не хватит. Это, как бы, да. Об этом не стоит забывать, у неё всё-таки мало мощи. Да, она слабенькая, в принципе. Привет. Будешь драться? Будет. Удиви меня ещё раз, Барлоу. Ты меня очень сильно удивлял в битве с шаркингами. А сейчас удивлять ты меня бросил, да? Я тебя понял, удивлять меня больше он не будет. Ну и ладно. Ох, я чувствую, сейчас мне очень сильно много люлей влетит. Логан-то здесь будет по-любому с горящей душой, или как она там называется, злое сердце, или горячая душа, я не помню. Злое сердце. Скорость 6.2, 6.10. Ну, у них довольно низкая скорость, по идее всё должно быть не так плохо. Заметим, должно быть. Увернёшься? Нет. А почему вы не уворачиваетесь-то? Ну, вы в лесу, блин, а не в снега. Кувырок. Ну, это сразу минус. Сколько он? 120 отнимет? Не, 84, блин. Я рассчитывал на больше урон. Я рассчитывал на больше урон. А он довольно низок. Ну ладно, троих мы уже развалили. Остался Шиен и ещё один типок. Так, Логан. Так, Клэйра. Бастион, прорываемся дальше пока что. Не обращаем на них внимания. Надо сначала завалить этих ребят, чтобы они нам проблем не доставили. По-моему, я слишком часто пользуюсь приливом. Ну, хотя это самая мощная атака у него и довольно дёшево стоит. В принципе... А, хотя... Насчёт дешевизны этой атаки я бы ещё задался вопросом. А то убьёшь его выпадом? Да, смотрите-ка, убьёт. Ну, давай выпадом тогда убивай его. Не трать много энергии. И если сильно много перегрева, не набирай. А то плохо может закончиться. Окей. Шиен, Т1 остался. Серьёзно? Дядя, почему именно он? 84. Нифига отдача сколько, блин, стоит у этого удара? Давай по резикам. Не сильно, давай так вот. Легонечко. Давай сдел... Походу, я наших ребяток сильно перехвалил. Ну вот серьёзно. Похоже только на это. Потому что столько, сколько они урона наносили до этого... И как они уворачивались от атак. Вот с этим вообще никак не сравнится. Здесь они вловят каждый удар. Абсолютно каждый. Такого хрена. Как это работает, блин. И с чем это связано? В прошлой битве было всё хорошо. А в этой как-то всё... Ну, скажем так, мягенько. Очень-не очень. О, уровень. Так, ну чё? У него довольно много мощи уже. Давай ловкости ему ещё добавим. Может он уворачиваться быстрее будет. Точнее, не быстрее, а лучше. Так, нам надо загонять Логана в Звезду. По-хорошему. В принципе. Холодная НГЛА. Давай на Содиру, потому что я знаю, что у неё точно много довольно затраченной энергии. И очень большой перегрев сейчас, в данный момент. А, он же на себя её не использует. Я вечно об этом забываю. Милия. Давай, наверное, прорываться к Лэри. И ломать ей лицо. Делать нечего. Придётся. Яркая бомба в ответ. Интересно, она увернуться сможет, нет? Глупо, наверное, было задавать этот вопрос. Если у нас никто в этой битве увернуться не может. А она такая хлопаю. Ой, а я увернулась. Это было глупо. Глупо было так считать. Я тебе... Теперь я тебе отомщу с Адира. А ты до сих пор... Я до сих пор не пойму. Почему ты злишься так, Клейра? Хватит, Садира. Ты заплачешь за всё. Но, Клейра... Вряд ли. Вот что-что, а здесь-то вряд ли как раз-таки. Садира тебя одолеет. Да, я, конечно, на твоей стороне полностью и целиком. Но, Садира тебя в этой битве одолеет. Хотя я был бы не против, если бы ты сделала... Клейра над Садирой. Серьёзно? Ну и ладно. Блин, Барлоу. Я б тебя отдал бы на сведение, но... Сколько там урона получится? Максимальный. Вполне логично. Ожидаемо, я бы сказал. Давай, Эндрю, добивай его. Точнее, её. Сейчас будет самая сложная битва. Хотя у нас вся группа жива. Я побеждён. Теперь о моём секрете услышат... О секрете отца услышит весь континент. Все будут смеяться надо мной отцом. Я смущена. Да ладно, тебе никто об этом не узнает, действительность. Клейра. Чёрт вас подери, вы заплатите за то, что сделали с моей дочерью. Так, Логан. Это будет минус Эндрю, да? Эндрю, пожалуйста, будь добр. 33% всего. Всего 33. Уф. Спасибо. Гастион. Он к тебе повернут спиной. Ты его на изи раскатаешь. Он очень медленный. Только не убегай, пожалуйста, будь добр. Я с тобой не закончил. Я хочу за тебя получить денежку. Ловкость. Спасибо. Ты остался. Молодец. До свидания. Логан, благодарю тебе за хорошую битву. Блин, я думал, с ними будут большие проблемы. Я не могу поверить. Я и группа лжицов, которая запятнала честное имя моей дочери. Да хватит тебе, Логан. Никто... Хотя... Содира она такая. На самом деле, содира она такая. Так, давайте без силы до двадцатки добьём твою. Личную. И ловкость добьём до двадцати четырёх. Отлично. И опять принцесса Содира приносит разрушение. Да, именно так. Именно так. И не поспоришь ведь. Содира, ты действительно распространила все эти слухи о Клэр, когда была в военном училище? Я уже сказал обастиону. Она всегда мне завидовала. Вот и всё. Я красивая и изящная. И изящнее. За весь может быть сильным чувством. Я думаю, что это могло настолько и меня разозлить, что я объявил войну. Я думаю, Клэра говорила правду. Можно было услышать страдания в её голосе. По крайней мере, я её услышала. Никто из вас даже не знаком был со мной и Клэр. И никто из вас не знает, что на самом деле было... Так что я настоятельно советую вам вдвоём убраться. И на этой крайне неприятной ноте нам следовало удалиться. Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше, приятель. Делает ли напряжение ещё кто-нибудь гол... А, делает ли напряжение ещё кого-нибудь голодным? Просто интересно. А Барло опять хочет кушать. Я не удивлён. Мы почти в столице. Все, держитесь вместе. Пока я не обнаружил никого из имперских. Они могут быть... Они могут готовиться к чему-то... Они могут готовиться к тому, чтобы напасть на нас из засады. Держитесь. Куда пошла Садира? Она недавно вылетела, чтобы оглядеться, Бастион. Во всяком случае, она мне сказала это. Разве это не странно? Оставить нас именно в тот момент, когда мы вошли в империю. Вы не думаете? Она всегда работала на империю. Возможно, нет. Мы сейчас это узнаем, потому что она идёт. Сильное столкновение между королевством и империей стремительно разворачивается прямо перед нами. Я думаю, это могло бы быть самой громкой битвой в истории континента. Если ты создаёшь проблемы, у тебя есть талант для того, чтобы найти её. Удивительно. Ну, спасибо, Бастион. Это не комплимент. А, стоп, извините. Если ты не создаёшь проблемы, то у тебя есть другой талант. Ты находишь их. Так, что мы имеем? 9, 9, 4, 7,5, 8,2, 10,9, 8,9. Ну, понятно. Со скоростью у нас есть некоторые проблемы. Ну, ладно, не суть. Разберёмся в следующий раз. Так что запись. Секреты северян. Ну, а на этом всё. Если понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока!